Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не наш подписчик, рекомендуем подписаться. На нашем канале вы найдете большое количество интересного и полезного материала о том, что касается выбора и покупки поддержанного авто. В том числе и обзора на машины, как в формате тест-драйвов, так и в формате техобзоров, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей в бу-виде, рассматривая их на подъемнике. Те из вас, кто уже давно подписан на наш канал, знают, что компания RDM Import занимается продажей поддержанных автомобилей в городе Новосибирске. Однако в последнее время среди обычного нашего ассортимента, а именно леворульных автомобилей более массового спроса и праворульных без пробега по России, которые мы привозим из Японии, появляются и довольно экзотические варианты. Такие, например, как герой нашего сегодняшнего обзора. Если вы присматриваете себе премиальный автомобиль, вы вполне можете рассматривать эту модель к покупке. О некоторых моментах, с которыми можно столкнуться при покупке подобной машины, мы сегодня и поговорим. Сегодня на нашем подъемнике Land Rover Range Rover Velar 2017 года выпуска кузов L560. Встречайте! Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar – это первое и единственное поколение модели. Эта машина занимает в модельном ряду у Land Rover промежуточное положение между компактным Evoque и более крупным Range Rover Sport. Модель появилась в 2017 году и продолжала выпускаться по 22. Интересен один, связанный с этой моделью, аспект. Если ранее компания Jaguar в основном оставляла следы в Land Rover путем донорства своих агрегатов, как это было, например, с Range Rover MAMMA или первым Sport, то эта машина построена целиком на базе платформы Jaguar, а именно кроссовера F-PACE. Что касается гаммы двигателей, то эту машину вы могли купить с одним из следующих вариантов движков. Здесь было три дизельных мотора и два основных бензиновых. Дизельные двигатели были представлены объемами 2.0 в вариантах на 180 и 240 лошадиных сил, а также в трехлитровом варианте в конфигурации V6, который выдавал уже 300 лошадиных сил. Бензиновые двигатели это двухлитровый 250-сильный, как собственно в нашем случае, и трехлитровый V6 с компрессором на 380 лошадиных сил. Коробки передач у этих машин были только автоматические восьмиступенчатые, ну а привод на российский рынок сугубо полный. Наш сегодняшний экземпляр 2017 года выпуска пробег этого автомобиля 89 тысяч километров. Стремительная форма кузов Вилара далеко не маленький по своим габаритам. Длина этого автомобиля 4 метра 80 сантиметров, его ширина 2.03, а высота 1.66 сантиметров. Машина по меркам автомобиля этого класса не такая уж и тяжелая. Его масса колеблется в районе 1800-2 тонны 100, в зависимости от исполнения и комплектации автомобиля, а это немного. Дорожный просвет у нашей версии без пневмоподвески 213 миллиметров. В случае, если автомобиль оборудован пневмой, например, с трехлитровыми дизельными и бензиновыми моторами, тогда дорожный просвет у него может варьироваться в диапазоне от 200 до 250 сантиметров, в зависимости от выбранного режима работы подвески. Что касается окраса и его качества, то толщина ЛКП у Велара довольно-таки стандартная. Большинство автомобилей будут демонстрировать показатели от 90-95 до 130 микрон по всему кузову. Но при этом окрашена машина крайне качественно. Даже на машинах, которые много ездят по трассе, будучи уже в почтенном возрасте, почтенном по меркам свежей модели, конечно, найти большое количество сколов на кузовных элементах вряд ли получится. А вот в том, что касается коррозии, эта машина один из явных фаворитов. Ржавеют Велары крайне неохотно. Дело в том, что практически 80% кузова этого автомобиля алюминий. Так что при осмотре автомобиля даже первых лет выпуска, вы вряд ли сможете обнаружить на нем очаги серьезной коррозии. Если, конечно, перед этим машина не прошла через некачественный восстановительный ремонт после серьезного ДТП. Так что ваша задача в основном отбраковать те машины, которые имеют следы серьезного структурного ремонта. Основные вопросы по кузову этого автомобиля связаны отнюдь не с коррозией, а с бортовой электроникой. Машина технически довольно изощренная и сложная. Производитель время от времени выпускает обновление программного обеспечения. И, соответственно, ваша задача, как владельца Велара, будет иногда показываться на дилере для его обновления. В основном проблемы, касаемые электроники, связаны у этих машин либо с парктрониками, либо с самой мультимедийной системой, то есть с зависаниями и некорректной работой, что, опять же, исправляется прошивкой, ну и с дверными ручками. Фирменный стиль этого автомобиля – это потайные ручки, которые открываются при срабатывании центрального замка, а при закрытии дверей, соответственно, втягиваются внутрь. Плохой идеей будет оставлять эту машину на морозе после мойки. Ручки могут более и не выдвинуться. Вообще, в процессе выпуска модели компания Land Rover постоянно работала над улучшением ее качества. И со временем они все же переделали конструктив дверных ручек в сторону большей надежности. Чем свежее Велар, который вы смотрите, тем меньше вероятность, что вы на своем веку столкнетесь с какими-то из подобных проблем. Что касается салона Range Rover Velar, первое, что стоит отметить, попадая сюда, это, конечно, присущий современным рейнджам характерный стиль. Здесь все абсолютно узнаваемо, и если до этого вы как-то соприкасались с современными роверами, с портом, либо ровером большим, да даже с эвоком, все здесь покажется вам привычно. Однако, эта машина более современная, соответственно, аналоговых кнопочек управления здесь практически нет. Выбор материалов обсуждать долго не будем. Автомобиль премиальный, все выполнено под стать, с довольно-таки тщательной проработкой деталей. По сути дела, во всем этом салоне с первого раза удалось найти только один элемент, до которого можно докопаться. При том, что весь пластик в автомобиле мягкий, это не относится к козырьку приборной панели. Довольно-таки странное решение, почему нельзя было сделать и его тоже из мягкого податливого пластика. Вопрос открытый. Что касается регулировок, рулевое колесо у нас, естественно, имеет регулировку электрическую. Диапазон регулировки рулевой колонки здесь крайне широкий. То есть, практически любой водитель сможет подобрать для себя оптимальное положение, если вообще не любой. Сидение водителя отодвинуто сейчас до упора назад, при этом не опущено еще до конца вниз, и моя левая нога свободно выпрямляется в колени, при этом не касаясь пола салона. Так что, несмотря на некоторую компактность салона автомобиля в плане чисто субъективного восприятия, с местом здесь все в порядке. Естественно, здесь присутствуют упора для локтей под левую и под правую руку, в виде удобных подлокотников, которые, к тому же, могут еще и регулироваться так, как это вам будет нужно. Причем, диапазон продольной регулировки подлокотника на центральном боксе здесь непривычно огромный. Что касается органов управления, на рулевом колесе у нас кожаная отделка, плюс металлизированный вставыш по кругу выглядит, это все достаточно интересно. Сам руль, кстати, маленького диаметра и очень удобный, профилированный, как в спортивных машинах. Подрулевые переключатели находятся ровно на тех местах, где они должны быть, пользоваться ими удобно. Есть нефиксируемый режим поворотников, который моргает 3-4 раза при перестроении, при этом рычаг не остается в положении включено, это довольно удобно, если к этой функции привыкнуть. Тянуться никуда не надо, все под рукой. Что касается левой стороны, здесь у нас блок управления стеклоподъемниками, память сидений. Внизу, слева от рулевого колеса, клавиша стояночного тормоза и регулировка яркости подсветки приборов, плюс клавиша открывания багажника. На рулевом колесе с левой стороны расположена клавиша управления мультимедийной системой телефоном и бортовиком, с правой стороны круиз-контроль, контроль движения в полосе, ограничитель скорости и клавиша подогрева рулевого колеса. Кнопка запуска двигателя здесь хорошо видна, но при этом она не очень большая и расположена под довольно забавным углом. Что касается самой мультимедийной системы, в данной комплектации у нас 3 дисплея на передней панели, плюс 2 монитора в подголовниках. Первый дисплей это собственно панель приборов. К читаемости приборки никаких вопросов в этом автомобиле нет ни по шрифтам, ни по яркости. Приборы эталонные, все очень эргономично и понятно. Что касается мультимедийки, нижний дисплей, в который интегрированы поворотные рукоятки, меняющие свою функцию в зависимости от выбора меню, довольно большой по площади. С этого дисплея вы можете управлять климат-контролем. Климат в данном случае у нас рассчитанный на две зоны. В случае, если вы переключаете его в режим одной климатической зоны, правая поворотная рукоятка регулирует скорость работы вентилятора. Если же вы отмените синхронизацию, правая рукоятка становится ответственной за регулировку температуры. Отсюда же вы можете управлять подогревом лобового стекла. Кстати, греется здесь весь лобовик, а не только зона дворников, и подогревом заднего сидения. Следующий пункт меню это управление подогревом и вентиляцией сидений. Вентиляция и подогревы здесь могут работать в одной из трех степеней. От сильного до слабого. Также вы можете по отдельности включать и выключать эти функции на сидении и на подушке. В зависимости от того, что вам сейчас будет удобнее. Следующее меню позволяет управлять настройками всего автомобиля в плане выбора программы для движения. На Range Rover Velar отсутствует понижающая передача и формально эту машину можно было бы назвать кроссовером. Но Land Rover тем не менее использует здесь полный набор внедорожных функций системы Terrain Response. В данном случае вы можете выбирать между динамичным режимом, экономичным режимом, режимом комфорт, а также программами дополнительными, рассчитанными на движение по дорогам со сложными условиями. Например, грязь, песок, либо камни. В этом же меню настройки автомобиля вы можете включать и выключать Start-Stop. Эта функция здесь также присутствует. На верхнем дисплее вы управляете мультимедией и всем, что с ней связано. То есть телефоном, подключенным по Bluetooth, непосредственно медиатекой. Система имеет жесткий диск, куда вы можете загрузить какие-то свои данные. Здесь же вы можете вывести картинку с камер кругового обзора. Машина оснащена действительно круговым обзором. Причем режимы этого обзора вы можете чередовать. Можно посмотреть на автомобиль сверху, а можно вывести какую-то из камер по отдельности, либо все сразу. Здесь же управление парктрониками. Под большим дисплеем управления климат-контролем располагаются несколько виртуальных клавиш, которые появляются при включении зажигания. Это режим максимального охлаждения для кондиционера, режим максимального оттаивания стекол, выключение системы стабилизации и внедорожный круиз или контроль скорости на спуске. Селектором коробки передач в данном случае выступает выдвижная шайба. Пользоваться ей удобно, усилие очень хорошее, выверенное, мимо передачи промахнуться крайне тяжело. Справа от шайбы переключения передач располагается подстаканник с довольно интересно реализованным способом открытия. Кнопка, которая за это отвечает, внешне напоминает просто логотип на выполненный под металл вставки. Ну и на потолочном плафоне у нас располагаются клавиши управления самой панорамной крышей на открытие-закрытие и управление ее шторкой. Что касается подстаканников, бардачков и так далее, в центральной консоли располагается два круглых подстаканника и одна квадратная ниша. Под сдвижными подлокотниками центрального бокса у нас есть также небольшой запас пространства, причем полностью отделанный тканью, напоминающий флок. Здесь есть две USB-розетки плюс 12-вольтовый разъем для зарядных устройств. Основной бардачок Вилара не сказать, что огромный по площади, даже наоборот, он весьма и весьма маленький, но пачка документов формата А4, сложенных вдвое сюда, в принципе, поместится. Никаких очечников на потолке в данном случае не предусмотрено, ну и слева внизу в дверях есть очень небольшой узкий карман, куда можно также что-то сложить. В плане обзорности от этого автомобиля впечатление противоречивое. Здесь высокая и при этом узкая линия остекления. Это касается и боковых стекол, и обзора вперед тоже. Лобовое представляется довольно узкой полоской. При этом, находясь в автомобиле, в принципе, вы видите края капота, что касается боков, но при этом не видите передний край. Благо, в данном случае недостаток обзорности компенсирует камеры кругового обзора. Ну а боковые зеркала сами по себе, несмотря на зауженную форму, огромные по площади и весьма удобные. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду. Что касается пространства на заднем ряду Виллара, попадая сюда, успеваешь отметить довольно удивительный факт. Сев сам за собой при росте метр восемьдесят шесть, я контактирую своими коленями со спинкой переднего сидения. Причем в данном случае, в отличие от некоторых автомобилей куда более бюджетных, задняя часть сидения в этом автомобиле закрыта жестким пластиком. Причем жестким до скрипа, если говорить про сам кармашек. Кармашек подпружиненный и его задача держать то, что вы сюда положите. Например, журнал или какую-то пачку с бумагами. При этом само сидение, хоть визуально и отформовано, под двух пассажиров, в принципе, готово принять третьего. Но ограничивать комфорт для среднего пассажира здесь будет довольно высокий тоннель на полу. При этом, что касается запасов над головой, все в полном порядке. Даже с учетом наличия здесь панорамной крыши, места очень много. Посредине для задних пассажиров есть крайне удобный подлокотник с двумя подстаканниками. Спинка сидения имеет регулировку. Причем регулировка эта в данном случае электрическая. При помощи специальной клавиши. Вот это максимально отклоненное назад положение сидения. Нельзя сказать, что оно лежачее, но в целом разместиться можно удобно. Также к услугам задних пассажиров собственные дефлекторы вентиляции. Внизу 12-вольтовая розетка, два USB-разъема для подзарядки мобильных устройств и два разъема HDMI для мультимедиа. Здесь также есть отдельный монитор для каждого из задних пассажиров, так что в дальней дороге скучать им не придется. А если водитель будет менее рослый и сидение будет все же слегка пододвинуто вперед, то сидеть здесь станет комфортно в плане запаса по длине. Что касается силовых установок в подкапотном пространстве Велара. В нашем случае здесь располагается базовый бензиновый двигатель объемом 2 литра. Это полностью алюминиевая современная рядная четверка с двумя верхними распредвалами, турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива. Эти моторы ставились не только на Land Rover, но и на Jaguar. Соответственно и у того и у другого производителя есть свои собственные индексы одних и тех же силовых установок. Данный мотор относится к семейству современных движков. Он выпускается с 2017 года, то есть фактически с момента появления самой модели. На этом двигателе компания применяет турбонаддув. В данном случае за него отвечает один твинскрольный турбокомпрессор. Причем простой по конструкции, никакой переменной геометрии в данном случае у компрессора нет. Привод ГРМ на этом моторе цепной гидрокомпенсаторы здесь стоят. Плюс в клапанном механизме на двухлитровом бензиновом двигателе компания использует систему изменения высоты подъема клапана. Что позволяет оптимизировать работу двигателя в различных режимах, как с точки зрения экологии, так и с точки зрения топливной экономичности. Данный двигатель получился в целом достаточно неплохим. Хотя, как водится у компании Land Rover, на автомобилях первых лет выпуска были вопросы, которые впоследствии были изжиты с последующими модернизациями и отзывными компаниями. Вообще, по данному двигателю, на самом деле вопросов не так уж и много. Кто-то из владельцев сталкивался с необходимостью замены муфты фазовращателя на впуске, которая в данном случае живет не слишком долго. Также на автомобилях первых серий были проблемы с патрубками надувного воздуха, которые банально рвались. Впоследствии производитель выпускал ревизионные компоненты и проблему эту, соответственно, устраняли. Ну и также владельцы этих машин отмечают довольно небольшой ресурс цепей ГРМ, порядка 130 край 150 тысяч километров. Производитель предписывает использовать на этих двигателях масло вязкостью 0W20, объем заливаемого масла 7 литров, а интервал его замены, рекомендованный производителем, это 15 тысяч километров пробега. Но, опять же, имеет смысл подсократить данный интервал как минимум вдвое, ну или хотя бы тысяч до десяти. С поправкой на то, что двигатель этот температурно довольно нагруженный, а масло тем быстрее теряет свои свойства, чем больше ему приходится работать при высоких температурах. Кстати говоря, владельцам подобных моторов желательно еще и контролировать время от времени уровень. Расход масла на угар на этих двигателях, особенно при активной езде, вполне может доходить до цифры 200 грамм на тысячу километров пробега. То есть на интервалах около 5000 вполне нормальным считается долить сюда литр смазки. Следующий бензиновый двигатель на Виларе это трехлитровая V-образная шестерка, где вместо турбина используется компрессор с механическим приводом. У этого мотора тоже прямой впрыск топлива, на нем нет гидрокомпенсаторов, есть фазы и цепной привод газораспределительного механизма. Трехлитровый компрессор выдает 380 лошадиных сил и 450 литонометров крутящего момента. Он делает Вилар крайне прытким автомобилем, разгон до сотни сокращается до 5,7 секунды. Но и расход топлива в городском цикле на таких автомобилях будет где-то в районе 17 литров на 100, а это на секундочку 98-й бензин. Средневзвешенный ресурс подобной V-образной шестерки достигает 280-300 тысяч километров пробега. Но до этой отметки владельцы подобных двигателей, как правило, сталкиваются со следующими моментами. Первый момент связан с необходимостью замены цепей ГРМ, ну или как минимум натяжителей, хотя если дело дошло до такой недешевой процедуры, крайне желательно не экономить на спичках, чтобы потом не оплачивать работу дважды. Второй момент связан с необходимостью обслуживания самого компрессора где-то раз в 100 тысяч километров пробега. Износ его внутренности сопровождается стуком при работе мотора, так что если вы осматриваете трехлитровую V-образную шестерку, прислушайтесь откуда исходит стучащий звук. Вероятнее всего проблема будет крыться в самом компрессоре. С поршневой группой в плане задиров у этих моторов проблем нет. Ну а последняя группа вопросов, которые возникают к трехлитровым шестеркам, связана с системой охлаждения. Причем аспекта здесь два. Это и довольно традиционный для некоторых моделей вопрос по насосу системы охлаждения, который не отличается каким-то запредельным ресурсом. Второй момент связан с самими патрубками системы охлаждения. Так что при осмотре компрессорного V6 обращайте внимание на эти моменты. Ну а купив такой автомобиль в исправном состоянии, не забывайте поддерживать в чистоте радиаторы охлаждения, которых, кстати говоря, здесь три. Основной и два за подкрылками. В целом по бензиновым моторам можно рекомендовать к покупке как трехлитровой V6, так и рядную четверку с турбиной. Но к диагностике подобных автомобилей лучше подойти ответственно. И, конечно, крайне желательно, чтобы пробег на машине был все-таки поменьше. Но либо в случае с большим пробегом желательно, чтобы все процедуры касаемо обслуживания, то есть то, что касается механизма ГРМ, компрессора и так далее, были уже проделаны предыдущим собственником. Что касается моторов дизельных. Двухлитровые дизеля на этой машине были разными. Разными по мощности и разными по конструкции. Это неидентичные моторы с различающейся прошивкой. Младшим в линейке был 180-сильный дизель, чей индекс 204 ДТД. Этот мотор появился в 2015 году и изначально ставился на кроссоверы Эвок. Это современный алюминиевый турбодизель, крутящий момент 430 ньютона метров. Система впрыска Common Rail. У 180-сильного дизеля только одна турбина. У него нет гидрокомпенсаторов и нет фазовращателей. Привод ГРМ у такого мотора цепной, находится он со стороны маховика. Данный дизельный двигатель отметился некоторым количеством проблем. Причем достаточно таки серьезных. По меркам дизельного мотора назвать большим ресурс данной силовой установки, в отличие от предшественника французского дизеля объемом 2,2 на Эвоках и Фрилендерах, язык не повернется. А в основном данные двигатели начинают подкидывать проблемы владельцам где-то к рубежу около 200 тысяч километров. Помимо капризной системы ЕГР и сажевого фильтра, которые нужно поддерживать в чистоте и исправном состоянии, данные дизеля отметились некоторыми менее приятными и более тяжелыми проблемами, такими, например, как износ подшипников балансирных валов, ну и в завершение самое ключевое у данных двигателей, коленвал и цилиндры, что называется, не соосно, что обуславливает более серьезную нагрузку на одну сторону в цилиндре и со временем в запущенных случаях приводит к просадке гильзы внутри цилиндра, ну и соответственно капремонту всего мотора. Следующий по мощности двухлитровый дизель на 240 лошадиных сил и аж 500 ньютонометров крутящего момента был слегка доработан относительно более сырой версии. Его индекс 204 ДТА и появился он в 2017 году. В целом от проблем по поршневой группе модернизация данный движок не избавила. Рано или поздно свой конец он все равно встретит, но где-то на пробегах за 220 тысяч километров. В целом, если вам нужна машина, на которой вы планируете ездить долго, рассматривать к покупке двухлитровый дизельный Вилар никакого резона нет. Лучше обратить внимание на трехлитровый мотор. V-образная шестерка о трех литрах на тяжелом топливе под капотом этих автомобилей довольно старый двигатель. Самый старый, если быть точным, появился этот двигатель в 2012 году и в свое время успел пройти терапию от детских болячек на предыдущих кузовах спортов. За наддув на трехлитровом дизеле отвечают две турбины, соответственно, у нас 300 лошадиных сил и целых 700 ньютонометров крутящего момента. С таким двигателем машина разгоняется до 240 км в час, а спринт с 0 до 100 проделывает менее чем за 7 секунд, что очень даже не дурно. При этом показатели расхода топлива удерживаются в комфортной приемлемой зоне, меньше чем на бензиновом компрессоре. У трехлитрового дизеля чугунный блок цилиндров, на нем нет фазовращателей, но есть гидрокомпенсаторы, а вот привод ГРМ на таких дизелях ременной. Интервал замены ремня порядка 130 тысяч километров, причем ремней на нем несколько, помимо ремня ГРМ есть еще и ремень отдельно приводящий ТНВД. Что касается проблем с этими трехлитровыми дизелями, то в целом как таковых их наблюдается не столь уж и много. Но были эпизоды замены ТНВД, были моменты связанные с течами, в том числе теплообменника, вопросы по системе ЕГР, которую нужно поддерживать в рабочем состоянии, ну и то, что связано с изменением геометрии одной из турбин. Но в целом, по сравнению с двухлитровыми современными дизелями, именно трешка V6 на этой машине едва ли не эталон надежности. И после тщательной диагностики покупать такой автомобиль можно. Предшественник этого двигателя, дизель 2.7 на Land Rover Discovery, отметился в свое время крайне неприятной проблемой с коленчатым валом, а также с проворотом вкладышей. Но по заверениям компании Land Rover, на трехлитровых моторах проблему эту вроде как изжили, во всяком случае повально она уже не встречается. Что касается коробок передач, здесь стояли только классические гидромеханические автоматы, но в двух модификациях с двухлитровыми моторами бензиновыми и дизельными сочеталась коробка ZF 8HP45, а с трехлитровыми V6, что бензиновыми, что дизельными, более крепкая усиленная 8HP70. На самом деле, ни та, ни другая трансмиссия не относится к особо хлипким. Ресурсы их приличные, коробки способны отработать под 300 тысяч километров, но масло в них менять нужно чаще, чем мы бы делали это в других коробках автоматических. Эти коробки не любят грязного масла. Если вы сильно тянете с интервалами его замены и при этом довольно-таки агрессивно эксплуатируете автомобиль, рано или поздно вы отправите свой гидроблок в переборку. И, кстати, замена фильтра на этих трансмиссиях осуществляется только вместе с поддоном. Стоит, соответственно, эта процедура недешево, хотя применительно к цене самого автомобиля вполне терпимо. Ну а что касается системы полного привода на Веларах, проблем как таковых с ней нет. Машина исходно заднеприводная, передняя ось подключается в работу по требованию через муфту. Никакой особой раздаточной коробки с понижающим рядом на Веларе, в отличие от старших моделей Андровера, нет. Что касается подвески Велара, то имейте в виду, если вы до этого привыкли к пневмоподвеске на старших моделях Андровера, Велар может показаться вам с непривычки жестковатым, если речь идет про обычные пружины. А для автомобилей с двухлитровыми моторами, неважно бензиновыми или дизельными, пневмоподвеска шла только как опция. Передняя подвеска Велара выполнена на двойных поперечных рычагах. Все здесь выглядит крайне массивно. Это далеко не кроссовер, если судить о подвеске по весогабаритным характеристикам. Передние рычаги здесь алюминиевые, шаровые опоры менять придется сугубо только вместе с самим рычагом. Стабилизатор поперечной устойчивости, в данном случае крайне массивное сечение прута, здесь порядка полутора, а то и двух сантиметров. Что касается рулевой рейки, она здесь электрическая, соответственно проблем со шлангами ГУР у вас на этом автомобиле не будет по определению в связи с отсутствием таковых, да и с насосом собственно тоже. Вообще по подвеске Велара можно сказать следующее. Относительно слабыми в данном случае могут, но если вы смотрите машину, чей пробег превысил 100-120 тысяч километров, на всякий пожарный все-таки проверьте шаровые опоры и сайлентблоки в рычагах. В случае если передняя подвеска будет требовать ремонта, смело торгуйтесь, поскольку меняется здесь все только узлами. Днище автомобиля, начиная от переднего подрамника и до самой кормы, в данном случае закрыто либо пластиковыми грязезащитными фартуками, либо теплозащитными экранами. Но при этом на машине 2017 года выпуска, которая всю свою жизнь проездила по Новосибирску, мы видим следовые количества ржавчины, разве что на черном металле, то есть, например, на краешке подрамника. На самом кузове нигде никакого рыжего налета нет и близко. В задней части автомобиля под целым ворохом защитных экранов мы видим топливный бак, который в данном случае выполнен из пластика. Его объем может отличаться в зависимости от комплектации автомобиля и составлять 60-63 либо 66 литров. Заливная горловина в данном случае у нас резиновая, так что никакой проблемы с коррозией топливной системы. Владельцы этих автомобилей явно знать не будут никогда. Задняя подвеска Вилара многорычажная, повышенной хлипкостью она не отличается, но если автомобиль, который вы смотрите, пробежал более чем 100-120-150 тысяч, крайне рекомендуется все же убедиться в целостности всех резинок сзади. Если машина, которую вы присмотрели, оборудована пневмоподвеской, то имейте в виду, что диагностика пневмы позволит вам в перспективе сэкономить немалые деньги, поскольку пневмостойки нуждаются в обновлении по регламенту раз в 100 тысяч километров пробега. Чтобы продлить ресурс пневмобаллонов, крайне желательно поддерживать их в чистоте. Таким мы увидели сегодня автомобиль Land Rover Range Rover Velar 2017 года выпуска с бензиновым двухлитровым мотором на 250 лошадей автоматической коробкой передачи полным приводом. Если у вас был или есть подобный автомобиль, и вам есть чем нас дополнить и в чем нас поправить, пропишите это все в комментариях. Люди, которые склоняются к покупке подобного автомобиля, благодаря вам могут сделать выбор. Если же вас заинтересовал конкретный экземпляр на подъемнике, всю интересующую вас доп. информацию можно уточнить по телефону, который будет указан в описании под видео. Есть приличный шанс, что к моменту выхода этого обзора машина все еще будет в продаже в компании RDM Import в городе Новосибирске. Если обзор вам понравился, оказался в чем-то полезен, был интересен, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Спасибо, что смотрели и до новых встреч. Пока!